День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели, еще раз. Продолжаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в гостях юрист, общественный деятель Дмитрий Трофимов. Добрый день. Добрый день. Вот те, кто следят за нашими эфирами, у нас уже довольно большая аудитория слушателей. И наверняка помню, что мы, давно не встречаясь с вами в студии, в основном говорили по Зуму, ну, это значит, все идет к лучшему. Уже есть какая-то доля оптимизма, несмотря на то, что в мире, конечно, ситуация такая трагическая. Об этом тоже поговорим. Есть несколько тем для обсуждения. Но я, может быть, задам вам такой вопрос. Я знаю, что вы активно дискутируете в социальных сетях, наверное, это правильно. Вот по поводу, не знаю, психологического климата в Латвии в связи с войной в Украине. Есть разные мнения на сей счет. Кто-то говорит о том, что должна быть некая коллективная ответственность всех, я уже не знаю, как русских, русскоязычных, это один топик или одна концепция. Второе говорит о том, что нет, не должно быть коллективной ответственности, но все русские должны четко заявить свою позицию, притом публично, чтобы было понятно, кто есть кто, потому что во время войны не место для разных попыток отсидеться, сказать, что я там нейтрален, или просто прокричать «я за мир» и убежать. Ну, я так утриваю, но общий смысл понятен. И третье говорит о том, что давайте вообще эту тему не будем педалировать, кто там в чем виноват, ну, кроме, естественно, Путина и Кремля, не будем местных русских вообще трогать, а будем, наоборот, создавать политическую нацию. Вот, может быть, несколько слов вы как гражданин Латвии, как юрист, не знаю, как человек. Как патриот. Как патриот, да. Вы знаете, политическую нацию нужно было создавать раньше, то есть вот эти вот 30 лет политическую нацию не создавали, и это плохо. То есть я не говорю, что ее нет вообще, но, например, я считаю себя принадлежащим к латышской нации в плане именно политической нации. То есть я могу сказать, да, я латыш, точно так же, как любой житель Франции может сказать, я француз. Ну, не в этническом смысле, да? Не в этническом смысле. Этнически я русский, я от своей русскости отказываться не собираюсь. Стесняться того, что я русский, я тоже не собираюсь, потому что русский – это не равно военный преступник, это не равно поклонник Путина, это не равно чему-либо другому, точно так же, как это не равно в отношении любой другой национальности и в отношении любого другого человека. Относительно коллективной ответственности и коллективной вины. Знаете, как бы понятие коллективной вины очень много и долго муссируется в разных интересных кругах. Вот есть, например, коллективная вина сейчас у русских. До этого она была у немцев. Ну, а у евреев коллективная вина есть всегда, они уже виноваты перед всеми и всегда. То есть, ну, вот это примерно разговор из этой же самой темы. То есть, всех, кто мне сейчас говорит, что все русские должны коллективную ответственность понести, или все даже граждане Российской Федерации, за события в Украине, за войну в Украине, за эту агрессивную, ужасную, страшную войну, то я спрашиваю, а вот вы конкретно вставали на колени перед БЛМ, просили прощения за то, что вы белый, а перед женщинами вы извинились за века патриархата? Но ведь есть же люди, которые считают, что во всем виноваты белые, а во всем виноваты мужчины. Ну, три национальности я уже назвал, которые тоже должны покаяться во всем. Нет, я считаю, что коллективная ответственность, она возможна только в ливацких диктатурах, типа коммунистических или нацистских, или у каких-то людоедских племен, извините. То есть, Древний Рим, в котором была предусмотрена децимация, отсечение головы каждого десятого солдата, ну, воина-легионера, который нарушил приказ или проиграли битву, то есть, это пример коллективной ответственности. Мы к этому хотим прийти, то есть, отрубать голову каждому десятому русскому, ну, или не обязательно русскому, каждому десятому белому, например, просто для того, чтобы наказать всех белых сразу. Извините, с точки зрения демократического общества, любая коллективная ответственность и коллективная вина – это бред. То есть, тот, кто это поддерживает, тот не является демократом. Он является тоталитаристом или людоедом. Может выбирать себе более близкое состояние. Относительно того, что же должны сделать русские. Вы знаете, я считаю, что русские тут ни при чем, потому что должны сделать вообще люди. Вот люди должны понять, что их моральный долг – осудить эту войну. И осудить военные преступления. Вообще. И войны тоже вообще. Независимости от этнической принадлежности. Русские – это или латыши, или евреи, или немец, или не знаю кто. Но он, да, он должен осудить эту войну. Почему он должен? Он должен не мне, не Абику, не правительству Латвии или правительству Соединенных Штатов Америки. Он должен себе. Это его моральный долг перед своей совестью. Если он не хочет быть людоедом. Вот партия Сасканя или Согласия, которую я очень не люблю, которую я никогда не голосовал, за которую я никогда не голосовал, и которой я очень плохо отношусь, тем не менее отказались быть людоедами. Вот за это им большое спасибо. Мои аплодисменты. То есть люди отказались быть людоедами. Те, кто поддерживают Путина в данный момент, они, к сожалению, людоеды. Если среди наших слушателей такие есть, ну вот им нужно признать этот факт. Они людоеды. Вот это все, что я хотел сказать о коллективной вине и коллективной ответственности. Я задам еще такой вопрос, может быть, такой, не знаю, со взглядом в будущее. Мы все хотим хоть какой-то оптимизм сохранить. Как изменится вообще латвийское общество после этих трагических событий в центре Европы? Потому что, ну мы, слава богу, не в войне, но она рядом. Вы знаете, как изменится латвийское общество, мне сложно прогнозировать, потому что на него воздействует множество факторов. Кстати, об одном из факторов я хотел сказать и особо подчеркнуть. К моему великому счастью, я не единственный русский человек, который против вторжения Путина в Украину с самого первого дня. Я думаю, что с ходом времени таких русских стало больше. И вот сейчас группа активистов организует мероприятие, митинг 23 апреля около памятника свободы. В час дня русский голос против войны. То есть участвовать в нем могут не обязательно русские, но именно акцент сделан на русскоговорящих. То есть если ваш родной язык русский, то, наверное, есть время, повод есть уже давно, собраться и на русском языке сказать, что вы против этой войны. В мероприятии собираются участвовать и латыши, и организации латышские тоже, насколько я знаю. Но посыл именно такой, что голос против войны должен прозвучать на русском. Он звучал, он звучит, и я сам принимал участие в различных мероприятиях, пикетах, шествиях и так далее. То есть вы считаете своим долгом в этом участвовать, да? Не будучи политиком, не рекламируясь на этом. Просто чтобы люди понимали. Вы знаете, я считаю своим долгом помогать украинцам, как я могу. То есть я, к сожалению, не могу их защищать с оружием в руках, но я могу им помогать деньгами, своими силами, как волонтер, своей работой, своими помощью конкретным людям и людям вообще, и в том числе участием в таких мероприятиях. Я считаю эту войну, ну, для русского человека, а я русский человек, самую ужасную за не знаю сколько лет. Даже не лет, а десятков лет и даже, может быть, столетий. То есть это просто не укладывается в мою голову, это не укладывается в голову моей мамы, которой, слава богу, уже 81 год. То есть это, слава богу, не укладывается в голове многих людей в Латвии и тем более в России. Поэтому, если это не укладывается, эта война, и в вашу голову, и вы хотите это сказать, то у вас есть такая возможность. Относительно себя, то есть для меня это событие стало, ну, наверное, крупнейшим стрессом за всю мою жизнь. То есть эмоциональное состояние у меня было такое же, как умер мой отец. Но когда умер мой отец, у меня это длилось двое суток, трое суток. Сейчас я вот 50 дней живу в состоянии сильнейшего эмоционального стресса. Да, это правда. Я такой не хочу, может быть, все в политическую нишу, но не могу не задать такой вопрос. Сейчас, вот после этих всех событий, опять-таки, вы можете сказать и будете правы, что как с политической нацией, так и с информационным вещанием надо было действовать все раньше. Но вот до, не знаю, до недавних событий, я бы даже сказал, до 24 февраля, государство, ну, как бы что-то запрещало, что-то, так сказать, не позволяло, я имею в виду российских этих каналов. Потом, хотя давно говорили, что, ребята, ну, закрывать это, конечно, одно, создавайте альтернативу. Ну, сейчас, наконец, заговорили о том, что нужна какая-то альтернатива, нужно качественное, эффективное вещание, прежде всего, наверное, на общественных СМИ, да, чтобы не было так, что мы там себя как-то рекламируем, да, на русском языке. Вот на ваш взгляд это понимание к политической лите пришло? Ну, на ваш взгляд, я понимаю, что вы к ней не относитесь, но вот на ваш взгляд. Ну, на мой взгляд, с вещанием на русском языке в Латвии всегда были проблемы, но мы должны, вернее, не мы, а люди, принимающие решения, не должны забывать о том, что да, конечно, все жители Латвии должны говорить на латышском языке, хотя бы просто потому, чтобы не пропадать в осенизационных каналах и канализациях, которые здесь вещали. Но, к сожалению, не все люди говорят на латышском языке, не все люди, которые живут в Латвии, живут в ней долго. То есть, например, если мы говорим о тех же самых беженцах из Украины или беженцах из России, которые тоже есть, которых мы там не считаем беженцами, но на самом деле по факту они беженцы от режима Путина. То есть, люди не хотят умирать за Путина и его дворцы. И вот с этими людьми тоже надо общаться, иначе они, опять же, пропадают в какой-то информационной яме. То есть, каждый из нас живет в каком-то информационном пузыре, но, тем не менее, создавать потоки информации и пытаться эти пузыри пробить – это очень правильно. И когда такие пузыри существуют, это приводит к тому, что, к сожалению, в Латвии есть и люди, которые поддерживают такую войну, потому что они оказались в этой информационной яме. Да, возможно, они были ленивы, да, возможно, они не выучили достаточно хорошо латышский язык, да, возможно, они еще в чем-то виноваты, но идея-то не в том, чтобы кого-то в чем-то виноватить или упрекать. Да, искать виновных, да. Да, идея в том, чтобы сделать так, чтобы люди осознавали, что их родина Латвия, что они живут в своей стране, которую они любят, которой они хотят оставаться и которой они желают только добра. Потому что, ну, сейчас, да, сейчас есть некоторые вопросы. Кстати, извиня, забыл сказать по поводу этого мероприятия «Русский голос против войны». То есть, вот в комментариях к этой передаче на Фейсбуке и в Ютьюбе будут информации, где, как, что, почему, призыв организаторов и так далее. Так что, пожалуйста, если вы действительно хотите поучаствовать, ну, найдите эту информацию, это и будет не так сложно. Я такой вопрос хочу задать. Вы упомянули слово «беженцы». Это то, что я хотел у вас спросить. Может быть, внимательные радиослушатели помнят, что вы долгие годы занимаетесь предпринимательством в сфере недвижимости, так бы я это назвал, в Ассоциации риэлторов. И вот здесь случилась парадоксальная ситуация. Может быть, вы, как профессионалы, разъясните. Смотрите, сначала была эта концепция на том, что приедут где-то порядка 10 тысяч беженцев, да, и с ними не будет проблем с их размещением. Потом появилось 11 тысяч. Казалось бы, 10-11 уже начали кричать, что ай-яй-яй, Рига, Венспилс и Юрмала больше не может принять, должны распределить по самоуправлениям. Сейчас уже около 20 тысяч, а может уже и больше. И говорят, ну, это вообще что-то невероятное. Я же не знаю, если будет 30 тысяч, скажут, что надо объявлять чрезвычайную ситуацию. Что, собственно говоря, вы можете сказать, как человек, который знающий этот рынок недвижимости, это то, что у нас, не знаю, он не сформировался, у нас нет рынка арендного жилья, там, не знаю, вот доходных домов в свое время были такие. Вот что происходит, на ваш взгляд? Или это просто какие-то чиновничьи недоделки? Ну, знаете, то есть, во-первых, на чрезвычайной ситуации, которой, вне сомнения, является война, никакой рынок не рассчитан. По определению, да. По определению. То есть, это чрезвычайная ситуация, форс-мажор, да, то есть, война – это форс-мажор. И то, что у нас будет 30 тысяч беженцев, это можно даже не сомневаться. Они у нас будут, может быть, будет и больше. Что происходит с недвижимостью в Латвии? Ну, как бы, цены потихонечку растут, но, как бы, беженцы на это не влияют, потому что, на самом деле, по моим наблюдениям, большинство беженцев хотят вернуться домой. То есть, да, спасибо, что приняли, но мы, наверное, все-таки хотим домой, да, то есть, вернемся домой. Как только будет такая возможность. Это не так называемые сирийские беженцы, да, то есть, и все остальные перемещенцы, так бы я их назвал. То есть, опять же, те, кто помнят мою позицию по поводу мигрантов, да, то есть, и вот этих вот вламываний через границу, она была очень жесткая. Я помню, да. Точно такая же, как у поляков, да, которые там еще буквально несколько месяцев назад, да, то есть, прессовали этих беженцев на границе только так. Что происходит в Польше сейчас? То есть, Польша принимает всех, да, без разговоров, и хотя, конечно, многие, для большинства беженцев, наверное, то есть, Польша является транзитным пунктом, но, тем не менее, они... Всех принимают, да. Они принимают вообще всех и помогают всем, как только могут. И не только страна как таковая, но и сами поляки, у которых тоже, если покопаться, с украинцами были, да, то есть, взаимоотношения сложные и сложная история. Причем эта история совсем недавняя даже в том числе. Но, тем не менее, сейчас они принимают этих беженцев из Украины без всяких вопросов, с распростертыми объятиями. Помогают, в том числе, и люди обычные. За что, честно скажу, что вот поляки заслужили просто огромное уважение и благодарность, мою личную. Относительно Латвии. То есть, возникла проблема с жильем на сдачу. Почему? Потому что очень многие отказываются сдавать украинцам. Украинцы пишут об этом в соцсетях. То есть, мне говорили об этом сами беженцы. И здесь есть несколько моментов. То есть, во-первых, люди боятся сдавать квартиру иностранцам. То есть, такая проблема существует не только с украинцами, но и с другими иностранцами. То есть, далеко не все хотят сдавать иностранцы. Вообще, на долгосрок сдавать еще есть одна такая проблема. Это второй вопрос. То есть, когда украинцы ищут квартиру на, скажем, два месяца, то для наймодателя это, конечно, не особо хороший вариант. И далеко не все на него готовы. Ну и третье. Далеко не все украинцы могут платить по рыночным ценам. То есть, просят скидки. Некоторые вообще без денег убежали. То есть, им тоже люди помогают. Я знаю людей, которые сдают свои квартиры вообще бесплатно или только за коммуналку. Но проблема есть. И здесь я считаю, что должно вмешаться государство таким образом. То есть, возможно, в каком-то виде гарантий каких-то для тех, кто сдает квартиры именно для беженцев. Возможно, какой-то доплатой, что, кстати, уже в Риге сделано. То есть, те беженцы, которые заключили договора официальные, то они могут обращаться в социальную службу за пособиями. Точно так же, как малообеспеченные. И в этом случае Рижская дума выплачивает часть этих платежей за коммунальные услуги и за плату за найм. То есть, наймодателю. Это пример хорошего решения. И вмешательство государства в данной ситуации тоже было бы неплохо. Но если беженцев станет, условно, 50 тысяч, ну, я думаю, что да, то есть, скорее всего, единственный вариант это будет проводить, скажем так, то, что называется постой во время войны. То есть, когда размещают солдат, условно, в любом доме, в любой квартире, и ни один, скажем, гражданин от этого не освобожден. Ну, есть иммунитет, например, у дипломатов, у дипломатических миссий. Но, в принципе, в случае войны не забывайте о том, что у государства есть право на реквизиции, у государства есть право размещать на постой солдат. И весь центр Риги стоит пустой. Кстати говоря, да. Правда, там считается, что жилье там люкс-класса, да? Ну, значит, в этом жилье люкс-класса будут жить беженцы. То есть, ну, вот, пожалуйста. И, как бы, учитывая, кому принадлежит значительная часть рынка, то есть, я думаю, что могут быть благодарны, если это жилье не конфискуют. Это, кстати, такой, ну, не знаю, популистский вопрос, но, тем не менее, его задам. Ну, вот же обсуждается тема этой отнюдь не латвийской изобретения, обсуждается тема особенно в странах, там, богатых Европейского Союза, где было много недвижимости этих оригархов, оригархов, попавших под санкции, что пора, во-первых, там размещать беженцев, и, во-вторых, потом это ему, что всё продать и отправить на вот репарации, да, в качестве репарации для восстановления Украины. Я понимаю, что такая популистская тема, может быть, юридически не очень корректная конфискация, да, но тем не менее. Ну, вы знаете, во-первых, конфискация уже идёт, это связано, в первую очередь, с отмыванием денег. Наверное, первым застрельщиком выступила Великобритания. То есть, например, был случай, когда у жены бывшего азербайджанского госбанкира, да, то есть отобрали особняк стоимостью, по-моему, 20 миллионов. Нам не понять этих людей, зачем особняк за 20 миллионов. Ну, другой вопрос, да, то есть, но вот, как бы, на самом деле с олигархами не нужно ничего делать, входя из их принадлежности государственной, да, то есть, какому государству они выходцами, из какого государства являются. Достаточно просто порыться в платежах. То есть, вот, если кто-то зайдёт на страницу BBC, то там есть достаточно большая статья про Керимова, одного из олигархов путинских, да, то есть, и вот о том, что он там творил, да, то есть, о том, что там, например, вилла стоимостью, там, не помню, за сколько, десятков миллионов принадлежала татуировщику из Швейцарии. Ну, на татухах заработал несколько миллионов евро, да, и купил. Другая принадлежала бухгалтеру из того же самого города в Швейцарии. Да, да, уметь считать. Да, то есть, он, наверное, хорошо считал деньги, особенно чужие. Ну, вот, и, как бы, законность этих денег доказать, естественно, будет достаточно сложно. То есть, поэтому, ну, это идёт, да, то есть, борьба с отмыванием денег достаточно активно в мире происходит. Правда, немножко выглядит смешно на фоне того, что творят наши банки, да, то есть, вот, что происходит в Западной Европе, да, как там отмываются суммы в десятки или в сотни раз больше, чем у нас, да, то есть, ну, эти люди учат нас бороться с отмыванием, да, то есть, и тут в результате могут закрыть фирме счёт только потому, что пришла какая-то сумма из какой-то третьей страны, да, или делается платёж третью страну. Ну, у меня, слава богу, бизнес локальный, да, то есть, в основном все перечисления проходят внутри страны. Да, но вот те, у кого не локальный, они уже, да. А те, у кого не локальный, да, то есть, я слышал много всяких разных весёлых историй. Ну, весёлых, естественно, в кавычках. Да. То есть, опять же, нужно не забывать, что во всём этом, то есть, принцип презумпции невиновности не действует от слова «вообще». То есть, если есть подозрения, всё, закрыли счёт, до свидания, иди доказывай, что не верблюд. Большинство – не верблюды, да, то есть, но вот из-за каких-то верблюдов им это сложно доказать. Ну, ладно, это мы, опять же, немножко уклонились от темы, заканчивая, скажу, что с недвижимостью вот такие дела, да, то есть, конечно, жильё людям надо будет найти, потому что других вариантов у нас нет. Перед тем, как мы перейдём к такой очень важной общественной теме, которая, может быть, отошла в силу известных событий на второй план, обязательно об этом поговорим, но буквально завершая вот эту тему, вот задам вопрос, вы как человек тоже следящий с юридическим образованием, если посмотреть на то, что вот сейчас происходит в войну с точки зрения, не знаю, слабости международного права, ведь мы видим, что фактически, я сейчас про санкции даже не говорю, мы же видим, что у нас есть многочистые институты, кто-то их называет реликтами холодной войны, уже не знаю, там ООН со всякой, там, Генеральной Ассамблеей Совета Безопасности, ОБСЕ, там, Совет Европы, да, ладно, НАТО и так далее, и все вот так вот на все это смотрят, я сейчас не говорю про ноты протеста, так сказать, заявления и обвинения в геноциде, все это понятно, да, так сказать, нет такого ощущения, что мы оказались в таком вот совершенно беспомощной международной ситуации, да, и там, не знаю, Зеленский, там что-то говорит, ну дайте оружие, они говорят, ну сейчас мы там решим, через пару недель, а то и месяцев что-нибудь дадим, ну я утрирую, но общий смысл такой понятен, да, все как-то вот вроде бы говорят правильные слова, и флаги даже вывешивают, да, соревнуются, кто больше повесит флагов, да, а вот как-то общее такое ощущение беспомощности, или я не прав? Вы правы, то есть я считаю, что, ну вообще международное право как институт, оно всегда славилось своей, скажем так, неоднозначностью, да, хотя бы вспомнить те же самые права на, суверенное право на территориальное, да, то есть и право на самоопределение народов, которые просто друг другу противоречат, и в каком-то случае применяется одно, в каком-то случае считают, что вот нужно это, да, но зависит это не от каких-то объективных факторов, а от субъективных, да, то есть от политической выгоды, конъюнктуры, отношений и так далее. То есть здесь последовательности нет, и логики тоже. Относительно мощи всех наших вот международных институтов, которые радостно сосут деньги, начиная от Всемирной организации здравоохранения, заканчивая до ООН с ЮНЕСКО, то есть лично мне всегда было понятно, что по большей части это просто говорильня. И если их сократить, никто даже не заметит, да? Почему не заметят? Заметят, потому что денег будет больше. То есть их не нужно будет тратить на евробюрократов, на международных бюрократов, которые уже давно существуют как вещь в себе. То есть они просто всасывают деньги, а вот реальные работы, ну, как-то так маловато. Но что я хочу сказать, что я считаю, что изменится международная ситуация в том плане, что я подозреваю, что либо Россию уберут из Совета безопасности, либо будет переструктурирована ООН, как когда-то была закрыта Лига наций, и вместо нее была создана Организация Объединенных Наций. То есть Россию точно не оставят с правом вето на значимые события в международной жизни. Для всех тех, кто мне сейчас хотел бы позвонить и напомнить про 8 лет и про Донбасс, вспомните, пожалуйста, что Россия за все эти 8 лет блокировала несколько раз возможность ООН ввести миротворцев на всю территорию этих двух новообразованных, так называемых, республик. То есть единственное, на что Россия соглашалась, это разместить миротворцев по линии соприкосновения, по линии огня. То есть в этом случае, по сути, присоединив и Луганск, и Донецк, то есть к территории Российской Федерации. Так вот, а на размещение миротворцев на всей территории этих республик и контроль за этими территориями Россия на это никогда не соглашалась. Поэтому если вы мне хотите позвонить и сказать, где вы были 8 лет, то это я должен вас спросить. Где вы были 8 лет. Что еще по поводу политиков европейских? Ну, хочется плакать, глядя на политиков таких стран, как Германия, Франция, Италия, Греция. И на этом фоне президенты Балтийских стран и президент Польши выглядит значительно лучше. То есть ни Латвия, ни Эстония, ни Литва, ни Польша ни минуты не колебались относительно помощи, в том числе и военной. И она была предоставлена в те дни, когда большинство других стран ну, так вяло ожидали, когда же Путин возьмет Киев. То есть мы не ждали, мы помогали украинцам в самые первые дни этой войны. И я считаю, что это очень большой плюс нам в карму. Да, вот возвращаясь к теме, которая была, ну, может, она сейчас ушла по понятной причине уже не на первый план, но вы об этом высказывались до войны. Теперь можно поделить, я думаю, мир до 24 февраля и после 24 февраля. Это все, что связано, ну, я бы так это обозначил, имея в виду вашу позицию, с традиционными ценностями, с традиционной семьей. И сейчас такой толчок к дискуссии, в том числе и в нашем эфире, конечно, дал вот этот законопроект, он еще пока не принят, видимо, будет принят, о гражданском союзе, ну, так можно... Да, ну, гражданский союз, что-то связанное, можно называть сожительство, гражданские браки, называйте, как хотите, при том, и это очень важный такой вот постулат в этом законопроекте, там вообще, скажем так, пол не обозначен. То есть исходя из этого, и это, кстати, не отрицает автора законопроекта, можно предположить, что это, там, не знаю, факт сожительства, там, мужчины и женщины, которого почему-то не зарегистрировали официальный церковный брак, да? Второе, это, не знаю, мужчина и мужчина, то, что нам в голову приходит, раз мы говорим все-таки о совершеннолетних, да, это в законе указано, и женщина с женщиной, да? Вот, ну, по существу, представители сексуальных меньшинств говорят о том, что да, это вот такой законопроект о наших имущественных правах, да? И я знаю, что ваша позиция, вы не сторонник этих законопроектов, и вы сторонник, вот, укрепления позиции семьи, так я это скажу, в Конституции, соответствующая подпись сейчас собирается, вот обозначьте вашу позицию, да. То есть, на самом деле, все просто, да, я, как довольно неугомонный человек, не собираюсь сидеть дома, сложа руки. И здесь, в этом случае тоже, да? Да, и не собираюсь просто на кухне обсуждать, как все кругом плохо, а, и что мы ничего не можем сделать. Мы можем сделать, если захотим. То есть, на сегодняшний момент собрано больше 25 тысяч подписей за изменение, вернее, за референдум о изменении статьи 110 нашей Конституции, Сатверска Латвийской Республики, которая определяет, что такое семья, и внести в нее определение, что семья это, в первую очередь, союз между мужчиной и женщиной, да, и, как бы, производные от нее. Почему я считаю, что вот это важно, и почему вам стоит потратить 5 минут времени и подписаться за это электронно через портал Latvia.lv? Если хотите, можете посмотреть страницу, например, tubalsua.lv или pardimani.lv. Там есть все инструкции. Потому что вот этот вот законопроект о сожительстве, так можем его назвать, или, да, то есть о гражданском союзе, он на самом деле является суррогатом брака, суррогатом брака в том числе для однополых лиц, сожительствующих вместе. И главный мой вопрос всем, кто выступает в поддержку ЛГБТ, то есть я им задаю, собственно говоря, какая польза будет для Латвии и для нашего народа, если мы примем этот закон, если мы разрешим однополые браки, если мы разрешим представителям ЛГБТ наследовать друг другу, там, не платя пошлины, другие финансовые льготы и так далее. Они говорят, вы не должны дискриминировать семьи. Я им говорю, вы знаете, во-первых, это не семья, во-вторых, возьмем, например, меня. У меня есть дети, но часть моих детей уже старше, да, то есть возраст, и поэтому у меня нет карточки 3+, то есть я не многодетная семья. По закону семьи 3+, сейчас она называется латвий с годы, туда включили еще семьи с детьми инвалидами, они имеют налоговые льготы на много что. Я по закону дискриминирован по отношению к многодетным семьям. По закону. Кто-то из латвийцев возмущался по поводу этой дискриминации, кто-то кричал, нет, мне положено то же самое, что и им. Мне кажется, что нет. Почему? Потому что все понимают, что это многодетные семьи, и эти семьи создают будущее Латвии. То есть они рожают детей. Будущих граждан, будущих налогоплательщиков, будущих защитников нашей страны. Какая польза от того, что государство поддержит радости однополого секса между двумя людьми? Они мне говорят... Ну вам скажут, вы не демократ. Вы не демократ. Почему не демократ? Я демократ. То есть если мне говорят, что я таким образом дискриминирую геев, то я говорю, что дискриминация геев у нас закончилась в 1991 году, когда из уголовного закона была изъята статья «Замужеложество». После этого геи в Латвийской республике не дискриминируются, потому что они обладают точно такими же правами, как и любой другой гражданин Латвии. То есть, например, у меня нет права создать однополую семью, ну, например, с Абиком. Абик, извините. Не дай бог, да. Но точно так же и у них нет этого права. И это идет речь не о том, что мы должны поддержать как-то геев. То есть я, вы знаете, видел геев много достаточно, и я не вижу причин, по каким я их должен поддерживать. Если они малообеспеченные, то государство поддерживает малообеспеченных людей вне зависимости от их сексуальной ориентации. Если мне говорят о том, что партнерша матери должна получить отцовское пособие на ребенка, потому что она живет вместе с ним, и с ним, и с ребенком, с матерью, и с ребенком и ухаживает за ними, то у меня возникает вопрос, а где же были наши омбудсмены, правозащитники и так далее? Почему они не защищали, например, прав бабушек? Только потому, что у бабушки с матерью нет сексуальных отношений? Почему они не получали отцовское пособие по уходу за ребенком? Ведь бабушка все время с ребенком. Да. То есть они вот вместе живут, то есть абсолютно одинаковая ситуация. За исключением одного. Нет сексуальных отношений. Почему тогда бабушка не могла получить это пособие? А если мы говорим о том, что такое пособие должно выплачиваться, то есть тогда давайте это пособие выплачивать любому человеку, который живет с матерью и ребенком. И неважно, есть у них сексуальные отношения или нет. То есть вопрос идет... Может быть, просто друг семьи. Да. Хочет помочь. Да ради бога. Да. Мне все равно. Родственник, друг семьи, еще что-нибудь. То есть живут вместе, одно домохозяйство, ухаживают за ребенком, имеют право на пособие. Причем тут секс? Причем тут дискриминация. Кстати говоря, может быть, другая тема, но вот возвращаясь к тому, что мы сказали, если кто-то селит у себя беженцев, я считаю, что государство такой семье должно помочь хотя бы, не знаю, в оплате коммунальных платежей. Вот как раз возвращаясь к тому, что вы сказали. Да, я об этом и говорил, что в ситуации с беженцами то есть самое правильное будет. То есть сделать так, чтобы людям было интересно принимать все беженцы. То есть вместо того, чтобы селить беженцев, если совсем все будет плохо, то есть по каким-то сараям или еще где-то. Да, вот время быстро эфира подходит к концу. Все-таки возвращаясь к этой традиционным ценностям, нет такого ощущения, что вы, ну не знаю, так нельзя, может быть, говорить, но боретесь, не знаю, с ветряными мельницами, если это вообще можно назвать борьбой. А почему? Потому что вы, как юрист, прекрасно знаете, что механизм сбора подписей за любой референдум сейчас у нас очень осложнен, а уж тем более за поправки Конституции, где нужен кворм, уже если дело дойдет до референдума, просто фантастический для Латвии. Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы что-то делать, есть только один повод. Это желание что-то делать. Для того, чтобы что-то не делать, поводов можно найти сколько угодно. Нехватка времени, незнание языка, трудности с интернетом, то есть проблема зайти на Латвию ЛВ. То есть если бы мы сейчас взяли бы так и получили бы данные опроса, социологического, со всех жителей Латвии, то есть вот как вы считаете, должны ли вы помогать геям финансово, только потому что они геи? Я думаю, что большинство сказало бы, ну да нет, наверное. И задали бы вопрос, должны ли вы помогать многодетным семьям, то есть все вместе должны ли помогать? Я думаю, что большинство ответило бы да. Но, к сожалению, дойти до своего компьютера и проголосовать, по сути дела, за это. То есть я не призываю голосовать за то, чтобы каким-то образом дискриминировать геев. Мне эта тема вообще не интересна, я не интересуюсь сексуальными предпочтениями своих друзей. Я не знаю, кто из них вуайеристы, кто эксгибиционисты, кто еще кто-то. Это не ваше дело, да? Это вообще не мое дело. Я не лезу людям ни в их кровать, ни в их дом, ни в их жизнь, ни в их семью. Поэтому мне это абсолютно все равно. То есть если я знаю, что человек гей, то только потому, что он об этом сам заявил. А если человек там дожил, например, до 40 лет и до сих пор не женат, то на этом может быть стоя одна причина. То есть я его не подозреваю в том, что он гей, я не отношусь к нему. И вам все равно. Да, и мне все равно. То есть это его причина. Но просто поймите, для того, чтобы Латвия хоть как-то выжила, нам нужно, вы просто вдумайтесь, то есть это не мое мнение, это демографа мнение, чтобы у всех людей, которые живут в браке, было минимум трое детей. Трое. Трое. Это до такой ситуации в демографическом и дошли, да? Да. Почему? Потому что мы исключаем из количества, скажем, возможных родителей, да, то есть мы исключаем вот ЛГБТ, мы исключаем тех, кто имеет проблемы исключительно медицинского характера, мы исключаем всяких child-free. И возрастных, естественно. Ну, возрастных вообще, как бы, да, я имею в виду, что вот именно из той популяции, которая способна рожать детей, да? Да. То есть мы исключаем из них всех, да, то есть кто по каким-то причинам детей рожать не будет все равно. Так вот, чтобы Латвия не скатывалась, да, то есть вниз нам нужно, чтобы у каждой семьи было трое детей. И я считаю, что наше государство должно все свободные ресурсы, или вот те, которые оно тратит на, извините, мой взгляд, не совсем нужные вещи, кинуло на поддержку таких детей. То есть этому есть, то есть когда говорят, что вот типа за деньги рожать никто не будет. Нет. Есть примеры, есть примеры даже той же самой Российской Федерации, да, то есть там вот этот материнский капитал, который сейчас накрылся медным тазом, да, то есть сейчас они начали выплачивать за первого ребенка. В результате рождаемость у них упала сразу, да, то есть, а вот с 2007 года, по 2017 или 2018, она росла, и причем росла очень хорошими темпами, да, причем как бы там еще была возможность в зависимости от области какие-то доплаты делать. И вот то, что я слышал от одного российского демографа, да, то есть вот он приводил пример Великий Новгород, да, то есть вот Новгородскую область, где показатели средней полосы России били порождаемость республики Кавказа. Это значит действует материнский капитал? Да, то есть это значит, что как бы это не на пропой души, то есть это на то реальные вещи, которые просто необходимы. Если вы не хотите платить деньгами, то есть я имею в виду уже наших государств, вот тогда сделайте так, чтобы любой ребенок мог попасть в детский садик. Для начала хотя бы просто. Хотя бы, да. Не надо далеко идти, да. И уже сделайте достаточно много для того, чтобы было больше детей. Но, то есть у нас нет ресурсов столько, чтобы мы могли их кидать направо и налево, тратя их на все. Когда я опять же спрашиваю авторам этого законопроекта, скажите, пожалуйста, любой законопроект, подаваемый в СЭИМ, должен также включать в себя анализ его влияния на бюджет. То есть вот есть ли анализ влияния на бюджет вот этого закона? То есть по этому закону государство станет получать меньше денег. Вы это проанализировали? Нет. То есть нету такого оценки. Может быть она появится к третьему чтению, потому что пока что то, что было подано САИМу, это просто бумажка, написанная от руки за пару часов. Без всякого вообще внимания и уважения к членам рабочей группы, которая там участвовала, в том числе и от наших организаций, от САЦ и Димена, то есть участвовали юристы других организаций. Их мнение вообще не было выслушано, не было включено. То есть это нарисовали так, как хотели. То есть зачем их приглашали, непонятно, да? Для того, чтобы изобразить видимость соучастия. Наверное. Ну что ж, спасибо большое. Так вот время подошло к концу. Понятно, что этот разговор требует продолжения. Мы обязательно это сделаем. Дмитрий Трофимов был у нас в студии. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Всего хорошего.